Привет, друзья, с вами я, Ариан. Сегодня будет несколько интересных тем. Первое – Майкл Бьюри. Я пропустил это, но не поздно нашел. Так, Майкл Бьюри известен тем, что в 2007 году поставил на то, что рынок рухнет. Об этом еще очень отличный фильм есть «Игра на понижение». Так вот, Майкл Бьюри в втором квартале этого года продал все свои акции. И в пакете было такие имена, как Facebook, который переименовался в Meta, Google. Все, что у него было, он продал. Купил только акции одной корпорации – Geo Group Inc. Корпорация занимается инвестированием в частные тюрьмы и психотические больницы по всему миру. Это график. Вот тут Майкл Бьюри купил. Тут интересно то, что Майкл Бьюри известен тем, что очень правильно будет сказал, какой рынок рухнет, то есть переходный момент большой. И для того, чтобы Geo Group Inc. получал больше прибыли, нужно, чтобы частные тюрьмы и психотические больницы имели больше клиентов. С нынешними изменениями в мире и грядущими, то, что Майкл Бьюри купил только акции этой корпорации, ни о чем хорошим не говорит. Трудный выбор. Или инвестируй в Geo Group Inc. Или стань клиентом в одном из этих учреждений. Второе от Грегори узнал сегодня. Если не подписанный, он на английском говорит, но он один из самых лучших и хорошо разбирается в своем деле. Финансовый инструмент GP. Это от GP Morgan. Но не грех пользоваться тем, что дают хорошие дивиденды. Так вот, иметь у себя в списке и периодически смотреть для хорошего входа точно стоит. Третья и последняя тема, которая сейчас в Твиттере в эти дни была завалена. Все родаются тем, что некорректно поставлена информация, что DTCC будет использовать XTC. Так вот, это абсолютно ничем не подкреплено. Цена уже дала на это реакцию, но как вышло, так и будет падать. Я говорил про Hinkin, наверное, в 2018. Я помню программное обеспечение, которое я попробовал, и мне очень понравилось. Потому что ничего лишнего нет. И тогда еще инвестировал в Hinkin, как это цель конкретно. Но то, что с DTCC. Смотрите, DTCC, корпорация, которая сумма равняется свыше одного квадриллиона. Да? Квадриллион. Не триллиона, а квадриллиона средств в год. Они партнерствовали с R3. R3 – это Marketplace. То есть, где разные блокчейн или DLT, компании, которые делают программное обеспечение на эти направления, они могут поставить свои программные решения в R3. Могут пользоваться клиенты, могут не пользоваться. Не обязательно, абсолютно. То, что DTCC как-то уже работает с R3, нет. С R3 работает, но с Hinkin будет использовать их программное решение и их токен ХДЦ, то нет. В тот же R3 есть и settlement вариант, где используется XRP. Но, опять же, это не обязует R3 использовать XRP для всех программ в его Marketplace. В том же R3 есть механики использования XRP для settlement. Но это не обязует все программные решения использовать XRP. Или же DTCC, чтобы использовали XRP. Конечно, это будет супер, но это по факту не обязует. Чем больше калидоров, тем выше шанс использования XRP. Чем больше ликвидности суммарно в этих калидорах, тем выше шанс использовать XRP. То, что Ripple пошагово добавляет ликвидность использованием, открытием новых каналов, а Odeo добавляет общую ликвидность, это отлично. То, что Банк Англии, у которого RTGS составляет 650 миллиардов фунтов стерлингов в день. И в официальном репорте от Банка Англии, оно написано, что насчет безопасности все отлично. Насчет масштабирования distributed ledger все отлично. Единственное, что нужно для того, чтобы было физически возможно поставить RTGS от Банка Англии на distributed ledger от Ripple – это ликвидность. И когда новые калидоры открываются, из Канады было в Азию, из Англии в Азию и последние. И последние было из Бразилии в Мексику. Я очень рад этим новостям, потому что каждый калидор добавляет вот эту ликвидность, которая со временем станет, уровень великий станет той, которую может отборать вот такие танкеры, как RTGS, Банк Англии. Так что, да. И в конце такая интересная, думаю, очень полезная идея. Давайте в комментариях напишем те криптовалютные проекты, за которыми стоят очень известные уже существующие корпорации. Например, в одном из моих последних видео я говорил про два проекта – iXec и Render Network. Coin – один RLC, второй Render. Так вот, Intel полностью двумя руками за iXec, а Render Network – за этим проектом очень заинтересована корпорация Apple. Также у меня в портфеле есть еще несколько, примерно 4-5 проектов, за каждым, которым стоит уже существующая большая корпорация. Давайте в комментариях поделимся, у кого какой он такой серьезный, интересный, большой проект. И кто очень сильно заинтересован этим проектом. Это будет интересно всем. Спасибо большое, увидимся.